Здравия вам всем желаю! Продолжим путешествие по газетным публикациям далекого, а может быть и не совсем далекого, прошлого. Новое время, 1868 год, Петербург. Знаменитый детский писатель Андерсон, переведенный на все европейские языки, у нас появился в прекрасном переводе господина Вейнберга. Под пером Андерсона сказка, независимо от поэтической красоты, мастерского изложения, удивительной силы фантазии, имеет еще и огромное воспитательное значение. Мы уверены, что дети не оставят книжки, не дочитав ее до конца. И эта уверенность стократно подтвердилась временем. Русский голос, 1907 год, заграничная жизнь. Женская лига против дуэлей. В Вене торжественным заседанием открылась женская лига против дуэлей, в число членов которой вошли представительницы всех старинных аристократических фамилий империи и крупнейшей австрийской буржуазии. Президентша лиги, принцесса Тереза, в произнесенной речи изложила задачи лиги, указав, что женщины призваны бороться с самыми могущественными орудиями своего существа разумом и сердцем против этого пережитка дикого и огрубелого прошлого. В просвещенной и культурной Англии дуэли не существует уже много лет. Австрийская лига насчитывает более тысячи членов. Эх, порой так хочется взяться за шпагу. Может, напрасно отменили дуэли? Там ведь все было по чести. Круглая сирота желает выйти замуж, так как недавно потеряла единственную сестру. Отвечу на письмо, которое покажется искренним и более симпатичным. Новое время 1906 года почему-то в разделе «Хроника» публикует следующее объявление. «Я не крайне нуждаюсь. Злоупотреблять не хочу, но признателен буду благородному доброму господину, одолжившему мне 20 рублей на два месяца. Весьма нужно. Оскорбительных предложений прошу не писать. 44-е почтовое отделение до востребования. Без подписи». Правда, 1991 год. До и после «Оскара». Согласитесь, не так уж часто наши фильмы удостаиваются «Оскара» – престижнейшей премией Американской Академии Искусств. Последний раз это произошло ровно 10 лет назад. Тогда сердца американцев, а еще раньше советских зрителей, покорил фильм «Москва слезам не верит». Успех картине в первую очередь обеспечили точная, строгая игра актрисы Веры Алентовой и продуманная режиссура Владимира Меньшова. Единомышленников не только в творчестве, но и в жизни. Состояла встреча этого замечательного тандема с сотрудниками газеты «Правда». И далее разговор получился взволнованный, честный. Гости говорили о падении профессиональной культуры в творческой среде, о кризисе в кино и театре, об уродливой прокатной политике, способствующей наводнению крана третисортной западной продукцией в ущерб лучшим лентам советского кино. А еще о потере влияния союзом кинематографистов СССР, руководство которого отсутствие продуманной творческой программы пытается подменить шумной политической деятельностью. Высказывания гостей не во всем можно считать бесспорными, но убеждение должно уважать всегда. И потому в конце вечера звучали искренние аплодисменты, как дань уважения независимой позиции, которой только и вправе, которую только и вправе занимать художник. С вами был художник Семен Кульчевский и программа «Обзор по вечерашней кризисы». Здравия вам всем желаю! Здравия вам всем! 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 Продолжение следует...